Привет. 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 Где ты находишься? Скажи, пожалуйста. Да, я живу под Копенгагеном в маленькой деревне. Это в Дании. Где-то километров 30 от Копенгагена. Ты мне написала письмо, что приглашаешь меня на какую-то конференцию, да? Да. Значит, мы хотим сделать 8 февраля международную конференцию по ковиду. Что сейчас происходит? И поэтому ваши методы снятия стресса, снятия неопределенности, они очень важны. Поэтому мы вас приглашаем как спикера. Скажи, пожалуйста, при какой организации эта конференция? Кто там участники? Значит, конференция будет в формате Zoom, потому что мы не можем с вами сейчас встретиться. Все поездки запрещены. Это делает Россотрудничество. Есть такая организация, которая имеет такие интересные вещи, как Центр науки и культуры. Таких центров науки и культуры в мире существует 98. И один из них – это в Копенгагене. И вот на формате вот этого Центра науки и культуры мы делаем такое мероприятие. А я являюсь председателем датской российской культурной миссии в Дании. Это называется Российская культурная миссия в Дании. Мы строим мост между Россией и Данией. И делаем культурные проекты. И поэтому вот в формате вот этих культурных проектов мы вас приглашаем с нашим открытым сердцем. Спасибо вам большое. Давайте всю нашу школу «Человек будущего» тогда приглашайте. Конечно, конечно. Я слышала про вашу школу. Я думаю, что это очень важно. Вот эта вот воспитательная часть. Какие же будут люди в будущем? Вот расскажите нам, как ваше видение? Какие должны быть люди в будущем? А мы сейчас как раз-таки изучаем, какие люди будут в будущем. И уже там обсудили, что по существу надо создать науку человечности. Потому что без развития человеческих качеств будущего у нас вообще никакого не будет. Это правда. Это правда. И мой такой взгляд, что очень важно начинать с подрастающего поколения. Ну вот, к сожалению, подрастающее поколение, пока петух, как говорится, не клюнуло, они собой не занимаются. В том смысле, что у нас метод ключ в школе пока не преподается. Он в учебнике по физкультуре для 10-11 классов. Есть от профессора Матфеева. Есть. Пока это будет внедрено. Пока все физкультурные преподаватели это освоят. Пока начнут давать детям на уроках физкультуры. Элементы подбора индивидуальных упражнений. Которые синхронны с их индивидуальным состоянием. Это суперметодика, потому что она основана на естественных инстинктивных реакциях человека. Который сам выполняет эти действия, когда пытается снять стресс. Он что-то делает. Он ходит по комнате, ногой качает, на стуле раскачивается, жвачку жует. Что-то он делает. Как раз на основе этих инстинктивных защитных реакций мозга. Как раз таки основаны упражнения. И у нас есть алгоритм, с помощью которого любой человек может сам себе подбирать физкультурные упражнения. Которые гораздо эффективнее обычной физкультуры. Потому что в обычной физкультуре навязанные упражнения. Делай как я. А здесь делай как ты. И там любой человек знает, как надо делать. Потому что он подбирает себе эти приемы по определенному критерию. Но об этом сейчас говорить не будем. На этой конференции я могу кое-какие упражнения и алгоритмы показать. И вся конференция научится. Мы будем очень благодарны. Потому что сейчас в пандемии люди, количество стресса увеличилось во много раз. Мне сегодня звонил один человек с таким печальным заявлением. Жена от него уходит. Почему уходит жена? Потому что они поссорились. Потому что они сидят, работают в пандемии дома. Дистанционно. И ссорятся. Нужно снимать стресс. Я считаю, что неправильно разводиться. Нужно снимать стресс вместо развода. Как вы считаете? Абсолютно точно. Сейчас очень многие люди пересматривают, переоценивают свои взгляды на жизнь. Очень многие люди. Потому что вот эти условия неопределенности, и особенно моменты запретов, вот эти маски, меняется образ жизни, он становится какой-то искусственный. Разобщение людей между собой. Вот это вот дистанцирование их и моральное, и нравственное, и не только физическое. Это разрушает личность, разрушает Творца в человеке, разрушает его человечность. Давай будем дружить и будем все вместе создавать науку человечности. Почему? Потому что вот есть религии, например. Ну, есть у нас и религиозные люди, а есть и атеисты, есть ученые. Есть люди, которые вообще никакого отношения к этому не имеют. А наука человечности, а это будет единый язык для всех. Независимо от того, где он родился, чем он занимается, какой национальности, независимо ни от чего. Это будет общий единый язык для всех. Ну, я считаю, это очень правильно, потому что мы все живем на планете Земля, и наша планета Земля не такая большая на самом деле. Вот, и если мы не будем дружно... Мы же все время летим куда-то. Наша Земля летит. Вот я как физик могу сказать, что я изучала это много лет. Значит, вообще я изучаю воду. Но я изучаю воду на Земле. Вот, и что делается у нас под водой. И наша маленькая планетка, чего мы все ссоримся, чего мы... Нужно жить дружно и нужно лететь вот вместе с Солнцем по Млечному Пути. И давайте, как говорил Кот Матроскин, давайте жить дружно на нашей планете. А ты мне еще писала, что у тебя муж был адмиралом. Да, это правда. И ты писала, что ты пишешь картины и пишешь книги. К сожалению, твой муж уже... Уже его нету, царство ему небесное. Но ты духом не падаешь, я вижу. Ты творческий человек. И мне очень хочется пожелать тебе, чтобы твои картины увидели больше людей, твоих книг прочитали больше людей. У нас тоже сейчас новая книга выходит в АСТ. В АСТ выходит новая книга. Ну и сейчас мы еще вторую и следующую книгу делаем. И там уже участники нашей Школы Человек Будущего свои новые приемы дают. Их имена там. Это будет очень интересно. Ряд этих книг, где сама Школа Человек Будущего участвует. Да. Вот одно из инициатив, которые я сделала во время пандемии, я начала рисовать во время пандемии очень много. И я выпустила книжку, которая называется как раз «Рисунки, сделанные в пандемию». И я призвала всех моих знакомых, которые в Москве, и которые немножко, ну как сказать, переживают и сидят в изоляции, творчеством заниматься. Творчество – это очень хорошо. Мы тоже об этом и говорим, что надо как раз-таки энергию стресса, энергию стресса перенаправлять на творческую деятельность. Правильно, правильно. Вот, и один из проектов был, это как раз о сказках Андерсона. Я предложила детям в России нарисовать рисунки к сказкам Андерсона. И я получила, вот сейчас буду делать выставку, 75 работ от детей от 3 до 15 лет. И они рисовали, вот весь ноябрь, декабрь мне рисовали, и вот в январе мне прислали вот эту вот огромную посылку, как с Дедом Морозом. Мы будем эти картины по всей Дании возить и показывать, как в России рисуют красивые дети, трехлетние, пятилетние, по сказкам Андерсона. Потому что у детей тоже накопился стресс. Они сидят, они не могут идти гулять, и школы закрыты были. Вот, поэтому такие вот инициативы, они важны. Но они входят ведь в ваш ключ тоже, правильно? Ну, конечно, конечно. У нас же есть еще, вот ты, наверное, видела, там книжка у нас есть, «Национальная идея России. Генератор будущего». Вот, я читала эту книжку. Главный редактор был Федор Макаров, наш сценарист, с которым мы сейчас еще одну книгу делаем интересную. Мы эту книгу писали, я тебе скажу, лет 10, наверное. Лет 10, я бы очень хотел, чтобы ты ее посмотрела. Ты не смотрела случайно в «Ридейре» ее, нет? В «Ридейре» я ее сегодня начала читать. Я прочитала уже первые 20 страниц. Я рекомендую всем, кто подписчики моего канала, пойти на «Ридейра» и найти книжку Хасай Алиева. И как раз просто почитать, посмотреть, что за книжки интересные. И посмотрите, какая красивая картина стоит. Как канал твой называется? Канал называется «Белл Букс Тодей». По-английски. Ты еще расскажи, пожалуйста, что-то. «Белл Букс Тодей». Мы под экраном сделаем информацию об этом. Да, сделаем. Под вашим, да. Воз там в Копенгагене, там, по-моему, или отделение, или само ВОЗ находится, нет? ВОЗ находится, да-да-да. Большая часть ВОЗ находится в Копенгагене. Она переведена довольно давно. Но в Женеве находится только, ну, администрация, так скажем. А все, кто работают в ВОЗе, они сидят у нас в Копенгагене, в нашей гавани. И там целое отделение русских очень хороших девочек, которые, это врачи, они меня тоже знают, я им иногда звоню, которые очень, в общем-то, мы обмениваемся информацией. И они нашу конференцию будут каким-то образом? Конечно, конечно, наша конференция будет потом поставлена через... Например, я делала конференцию про Пушкина. Мы сделали памятник Пушкина в Датском техническом, в Датском университете, открыли памятник Пушкину, первый памятник Пушкину на территории Дании. Вот, это было на первом канале телевидения в России. Это было во всех датских газетах. Поэтому нашей конференции мы постараемся, чтобы тоже она имела очень-очень широкий, ну, как сказать, отклик во всех социальных средах. И, может быть, мы даже попадем в датское телевидение, посмотрим. А вот скажи, пожалуйста, как к этому отнесется ВОЗ, и отнесутся люди, которые заняты цензурой? Потому что я буду показывать приемы, которые повышают стресс-устойчивость. Люди сами будут себе подбирать эти приемы, которые очень быстродействующие. В мире пока такого нет. И вдруг люди, которые специально заняты блокированием, потому что они хотят, чтобы эти маски люди носили, и хотят разъединять людей, и там много чего там происходит. Как они отнесутся, если мы покажем такие приемы, которые защищают людей от ковида? Я считаю, да. Давайте, Раван, у меня постоянно будут звонить. Через 20 минут, пожалуйста. Хорошо. Хорошо. Я хочу сказать, что существует официальная часть, которая, конечно, официальная часть медицины не признает каких-то новых методов. Всегда есть какое-то отторжение. Так же, как и в физике, и в математике, и где угодно. Новое берется со штурмом. Но чем больше людей просто попробуют, вот ваш метод ключ, и чем они больше поймут, что, в общем-то, ничего тут такого, ну, как сказать, сверхъестественного нет. Нам творец дал потрясающее тело. Нет, в этом смысле я не, я спокоен. У нас метод утвержден в Минздравом СССР еще тогда. Конечно, конечно, конечно. Речь идет о другом. Сейчас я смотрю по интернету, что блокируются некоторые каналы, которые ютубовские, которые говорят, что зачем эти маски, что это пандемия, это надуманное, надуманное. Ну, что вирус есть, но пандемии типа нет. Что такие пандемии были много раз, и не надо было создавать из этого падение экономики и так далее, и так далее. Как они отнесутся вот к нашей деятельности? Вот мы сейчас начнем всем давать профилактику от ковида. Да. И помощь людям выходить из состояния ковидного заболевания. Мы сейчас же будем помогать этим людям быть более устойчивыми. Правильно. Ну, как, они не будут препятствовать этому? Я думаю, они не будут препятствовать, потому что чем более здоров человек, чем больше мы распространим здоровье вокруг нас, тем быстрее пандемия кончится. Отлично. Я очень доволен, что мы с тобой подружились. Давай мы будем продолжать эту традицию. Конечно, конечно. И мы вас приглашаем и на наш канал, чтобы вы нам лекцию почитали, как же нам быть стрессоустойчивыми. Сейчас у меня очень много людей с ковидом. И после ковида, которым я просто по скайпу после восьми вечера помогаю, по скайпу быстрее выходить из этого состояния. И не попадать в это состояние, потому что в первую очередь приемы саморегуляции по методу Плющ повышают иммунитет. Да. Вот это главное, вот это главное. Конечно, конечно. Спасибо тебе, что ты меня пригласила на эту конференцию. И вся наша школа будет с интересом наблюдать за этой конференцией. Конечно. Я тебе желаю здоровья, здоровья желаю, творческих успехов. И самое главное, творческого долголетия. Вот долголетия творческого. Вот этим мы занимаемся. Конечно. И мы еще занимаемся сохранением разума и мира на планете, чтобы меньше было кризисов, войн и потребностей у людей в лекарствах. Это очень важно, очень важно. Я не ходила к врачу с 2000 года. Поэтому мы с тобой затрудняемся. Спасибо тебе, спасибо. Спасибо вам. До встречи. До свидания. Большое спасибо. До свидания. И всем подписчикам привет. Спасибо.